Здравствуйте, меня зовут Ронина Екатерина и я рада представлять свою работу «Город и право. Реализация культурного права в условиях города Москвы». Москва для меня не просто город, он значит гораздо больше. Здесь я родилась и выросла. С самого раннего детства родители воспитывали во мне любовь к родному городу. Мы посещали огромное количество выставок, музеев и памятников архитектуры. Позже в школе моя культурная жизнь стала еще более разнообразной. Как и я, мои одноклассники стремились к культурному развитию и в этом всячески поддерживали учителя. Они организовали интересные экскурсии по Москве. Знакомясь с новыми людьми, я все чаще стала обращать внимание на то, что лишь немногие из них способны поддержать беседу на культурную тему. Как только я обделилась своими впечатлениями о новом месте, в котором мне удалось побывать, я сталкивалась виноватым взглядом собеседника, который не разделял моих эмоций и не мог далее развивать диалог. Но как только тема переходила на разговор о компьютерных играх или о новой функции в социальных сетях, подросток тут же воодушевлялся и с охотой обсуждал новые тенденции. Я провела опрос среди сверстников и выявила, что лишь у малой части есть интерес к изучению истории и культуры города. Я углубилась в изучении культурного права и его реализации в условиях московского мегаполиса. Наш город дает возможности к всестороннему развитию личности подростка и обладает ресурсами для полного и широкого изучения программ по литературе, истории и смежным дисциплинам. Это натолкнуло меня на мысль создать исследование, целью которого стало показать способы реализации духовно-культурного права и свобод гражданина в городе. Проблема проекта заключается в том, чтобы создать такие условия, которые помогли бы подростку реализовать свое культурное право. Актуальность или социальная значимость проекта состоит в том, что он раскрывает Москву как мегаполис в духовном развитии личности и выполняет социальный заказ общества. Долг каждого из нас, независимо от возраста, сохранить историческое и культурное наследие и передать его будущим поколениям. В практической части я создала несколько направлений, которые могли бы смотивировать старших школьников к изучению культурологических исследований. Первое направление архитектурное. В нем представлены здания в разных стилях. Сначала мы отправляемся от станции метро Лубянка до Политехнического музея, затем рассматриваем ГУМ, посещаем Государственный исторический музей и рассматриваем старое здание Государственной Думы. Затем мы посещаем ЦУМ и у нас маршрут заканчивается у Петровского пассажа. Следующее направление художественно-театральное. С детства я обожаю театр и считаю, что он способен воспитать в человеке чувства прекрасного. Нередко можно встретить театральные постановки, которые основываются на литературных произведениях. Одна из моих любимых постановок это опера Борис Годунов. Последнее направление состоит в том, чтобы реализовывать культурное право через создание цикла уроков. Чтобы воспитать культурно развитую личность, необходимо систематизированно влиять на нее с помощью уроков. В настоящее время старшие школьники изучают только мировую художественную культуру, а младшие классы изучают ОРКСМ. Я считаю, что необходимо ввести такой урок, как москвоведение, чтобы школьники не только изучали историю и культуру столицы, но также могли разобраться с инфраструктурой города. Таким образом, мой проект предоставляет все возможности создания таких условий, чтобы подростки могли успешно реализовывать свои культурные права. В конце концов, мне хотелось бы добавить, что я надеюсь, мой проект привлечет внимание общества, и люди поймут, в каком замечательном городе они живут, и какие возможности он дарит каждому жителям. Спасибо за внимание!